Приветствую вас. Давайте разберём вопрос. Ситуация с мужчиной, который старше на 16 лет. Он всё-таки мне написал, мы с ним поговорили, он женат и есть дети. Сказал, что не стал бы писать человеку, которого не знают, но обо мне он знает всё. Узнал всё через каких-то общих знакомых и их знакомых. Извинился, что всё без моего спроса. Признался, что я ему сильно нравлюсь и он должен обо мне был всё узнать. И всё. И что и как мне теперь думать, что делать. Я понимаю, что это всё неправильно, но этот мужчина и его разговор не выходят из головы. Зачем он узнал обо мне у кого-то? Больше не пишет и не виделись уже давно. Но мне почему-то хочется просто увидеться. Не понимаю зачем. Светлана, в данном случае, именно так зовут автора вопроса. В первую очередь хочется обратить ваше внимание на то, что мужчина сильно старше вас. И само по себе это не является чем-то дурным. Но всё же было бы весна неплохо посмотреть на то, как вы себя с этим мужчиной чувствуете. Какие у вас состояния эмоций, когда вы, например, ну допустим, 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 представляете себя с ним. Какие у вас чувства и эмоции, когда вы находитесь рядом с ним. Это очень важно. Это будет наглядно демонстрировать то, на что вы нацелены в отношениях. Это не обязательно что-то плохое. Вы не подумайте. Это не обязательно что-то плохое сразу или что-то дурное. Но здесь нужно максимально внимательно относиться к себе, потому что легко спутать то, что вы можете называть симпатией или любовью, а с тем немножко другим, ну, моментом, немножко другим аспектом. Вот. Например, с зависимостью любовной. Или, например, с компенсацией чего-то. Ну, понятно, что тут нужно разбираться и смотреть, вот. Пока это не так очевидно. Но это первый момент. Это важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Традиционно. 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 Как-то вот всегда считается и полагается традиционно, что если женщина влюбляет в мужчину старше себя на количество лет больше десяти, то значит у нее есть определенные, так скажем, сложности со взаимодействием с отцом. Это естественно, естественно, естественно. Не всегда так. Естественно, бывают нюансы, бывают исключения, бывают всевозможные особенности. Вот. Никто этого факта не обменял. И говорить однозначно о том, что в вашем случае у вас есть трудности со взаимодействием тоже нельзя. Но, тем не менее, следует на этом заострить внимание и как минимум не отбрасывать сразу. Потому с чем ты ваш выбор обусловлен? Чаще всего подобный выбор обусловлен именно потребностью в безопасности, в защищенности, в нежелании, а точнее страхе перед ответственностью. Вот. То есть человек в данном случае не хочет брать ответственность на себя. Да. Здесь довольно легко в таком случае спутать с инфантильностью. Вот. Мне бы этого не хотелось. А именно, есть некая, некая, некая проблема тем, что ответственность, допустим, тяготит. Вот. Ну просто вот тяготит. Она давит. Кажется, что ее слишком много. Она может вызывать тревогу. Вот. Какое-то желание от нее освободиться. То есть бывает на самом деле по-разному. Мне бы сейчас не хотелось бы, наверное, уходить в предположения излишне. Вот. Но просто обратить ваше внимание на это, я думаю, имело бы смысл. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что мужчина вам все-таки написал. Как мне показалось, что в этой истории есть некая предыстория, которая осталась за кадром. Ну и если какая-то предыстория есть, то было бы очень здорово, если бы вы о ней рассказали. Потому что для полна той картины нужно понимать весь, ну всю ситуацию. А вы, вы даете нам, по крайней мере, судя по тому, что вы описываете, вы даете нам лишь ее часть. Вот. Это, как мне кажется, не есть хорошо. Вот. То есть вы, конечно, можете так делать. Вы можете так поступать. Но помочь вам в таком случае будет несколько труднее, несколько сложнее. Просто потому, что всей информацией мы не владеем. Дальше вы описываете ситуацию, где мужчина сказал бы, что не стал бы писать человеку, которого не знает. Но обо мне он знает все, узнал через общегнакомых и их знакомых. Вот. И извинился, что без моего спроса. Вот тут вот волей-неволей хочется вас спросить, а что вообще такого мог узнать? А ваш человек, ну, простой не решился спросить, вот, ну, вживую у вас. Вот. Это либо очень осторожный вплоть до паранойи человек, либо это тот, кто не доверяет вам. Вот. То есть такой вот человек, который не доверяет вам, это человек, который не доверяет, к сожалению, и самому себе в таком случае тоже. И вам бы здесь, а хочу ли я связывать себя с тем, кто не доверяет сам себе. Так? Потому что ему нужно было сначала узнать о вас все, что он хотел, защититься, и только после этого уже вам писать. Вот. Подобная стратегия в жизни, ну, не самая легкая, скажем, для взаимодействия. Скажем так. Вот. И предполагает некоторые особенности коммуникации, некоторые особенности контакта и так далее. Так же, я бы сказал, не самые легкие, не самые приятные. Вот. К сожалению. Ни в коем случае не хочу настраивать вас против человека, да. Вот. Ни в коем случае это в мои планы не входит. Вот. Я просто хотел бы вам, что называется, немножечко продемонстрировать более полную картину. И вопрос здесь, который я бы хотел вам задать, заключается в следующем. Как вы восприняли, как вы отнеслись к тому, что человек вот так вот поступил, и вот так вот себя повел. Я имею в виду. Узнавал о вас. Как бы, да. Ну вот. В обход. Вас. На мой взгляд это очень важно. Потому что в какой-то степени это может быть одним из определяющих моментов ваших отношений. В том смысле, что вот так ваши отношения будут выстраиваться. Таким образом они будут выстраиваться. Это не хорошо и не плохо. Это просто как факт в данном случае. Поэтому я прошу вас относиться к этому именно, именно в таком контексте и не в каком другом. Но тем не менее, вас придет на это внимание тоже стоит. Дальше. Идем. Вы пишите, что он признался, что я ему сильно нравлюсь, и он должен был обо мне узнать. И все, и что и как мне теперь, что думать, что делать. Здесь вы, к сожалению, демонстрируете свою очередь, недоверяя себе. Потому что, с одной стороны, для вас это имеет настолько большое значение, судя по всему, что оно как-то вот, ну знаете, перебило вашу собственную ситуацию. Может быть, важность, важность вашей жизни перебило. Вероятно, перебило важность вашей жизни. Хотя, тут, есть, конечно, нюансы и детали. А с другой стороны, вы вообще-то что-то чувствуете. И вы вообще-то что-то думаете. Но, судя по всему, отказываетесь это признать. Отказываетесь это признавать. Вот. Соответственно, наше, в данном случае, задача будет заключаться в том, чтобы, в первую очередь, вы смогли увидеть, увидеть, как же вы реагируете на эту ситуацию. На то, что, вот, мужчина, вот, так вот, повёлся, да, и так далее. Дальше. Я понимаю, что это всё неправильно. Но этот мужчина и его разговор не выходят из головы. Да. Не выходят из головы. Но как не выходят из головы? Понятно, что вы об этом думаете. На, ну, может быть, не на постоянной основе, да, но думаете. И вот самое интересное, на мой взгляд, заключается в том, а что вы, собственно говоря, об этом думаете. Что это для вас, собственно говоря, значит вообще? Вот, что интересно. Ведь, я уверен, что вы не просто так об этом думаете. Я уверен, что вы об этом думаете в каком-то контексте. Вот. И, собственно говоря, этот контекст вы в дальнейшем раскрываете. Вы говорите. Зачем он узнал обо мне у кого-то? Для чего вам это знать? Больше не видит, не виделись уже давно, но мне почему-то хочется увидеться с ним, не понимая, зачем мне Apple. И, казалось бы, здесь прямой запрос к психологу. Прямой. Разобраться в том, почему мне хочется увидеть мужчину. Но, обратите внимание, что вы просто этому вопросу позволяете повиснуть в воздухе. Этот вопрос просто висит в воздухе. И все. Вы не формулируете из него, из этого вопроса. Запрос к психологу. Запрос к нам, к специалистам. Вот. Вот. Вот в этом и является одна из проблем. Как будто бы незавершенность ваших мыслей. Как будто бы вы начинаете думать об одном и не завершаете мысль до конца. Перескакиваете на другую. Как будто бы вы, ну, так скажем, торопитесь. Хотя, я могу ошибаться. Я не знаю. Если так, то вы обязательно поправьте меня. Я не хочу навязывать вам, в данном случае, свое мнение. Но выглядит все пока что именно так. Ну, а что мы имеем непосредственно в реальности на данный момент? Мы имеем то, что человек полностью вас, получается, контролирует. То есть вы полностью в его власти. На данный момент. Да? Он когда захочет, вам напишет. Когда не захочет, вам напишет. Да? Он что-то про вас узнает. И так далее. То есть у вас, в данном случае, в нем какая-то предность. Я не спорю. А может быть, вы его любите. Весьма вероятно, у вас есть чувства. Но, помимо ваших чувств, к нему, есть еще и потребность. Стремление компенсировать. Что-то. Вот. А надо и делать нас не свободны. Потому что это довольно негуманный способ пытаться удовлетворить такого рода потребностям во счет другого человека, у которого свои планы, мысли. и которые еще не факт, совершенно не факт, что захочет что-то для вас сделать. К сожалению. Вот. Ну, не потому что он плохой. А просто потому что у него могут быть, ну, свои приоритеты. Вот. И это нормально. Так вот, в принципе, оно и бывает, что у людей свои приоритеты. И самый лучший, на мой взгляд, способ выстраивать отношения с мужчинами и людьми. В целом. Это смотреть на то, что вы можете или что вы хотите для человека сделать. И хотите ли вы вообще что-то для человека сделать? Может быть, вы вообще ничего не хотите для человека делать, а пытаетесь? Тогда это уже получается жертвенность. То есть вы в данном случае становитесь жертвой. И мне кажется, я, конечно, могу в данном случае быть не прав, но мне кажется, что вы и сейчас в какой-то степени себя ощущаете жертвой. Ну, ничего хорошего для вас в этом нет и быть не может, к сожалению. Поэтому в себе вам необходимо разобраться, со своими потребностями определиться, свои внутренние конфликты разрешить. И тогда уже продвигать такую модель поведения с человеком, который для вас наиболее естественным, который для вас наиболее приемлемым, который вам больше всего подходит. подходит. Вот такой вопрос, я думаю, вам нужно себе задать. это помимо того, что у него есть жена и дети. А значит, вероятность построить с ним серьезные отношения достаточно низка. Если вас к нему все равно тянет, то это значит, что тянет вас туда, где нет возможности построить серьезные отношения. И это уже не случайно. Вполне вероятно, что серьезные отношения выстраивать вы и не хотите, может быть. И боитесь, может быть, потому что, например, неудачный у вас имелся опыт, и вы этого опыта стараетесь избежать. Такой дождь бывает, это нормально. А здесь главное себе разобраться. Но поскольку одной может быть страшно, то лучше заручиться с помощью психолога, с помощью специалиста, который вам поможет разобраться в том, что вас беспокоит, и прийти к тому, чтобы иметь возможность быть собой. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и решения вам всех ваших трудностей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!